Итак, начинается матч за третье место в сегодняшнем турнире серии Дартс ПРО ТУР. Иван Кочубеев и Алексей Николаев встретятся и уже начали борьбу. Немножко у нас левая половинка картинки, которая показывает мишень, опережает картинку правую. Наверное, правильнее сказать, что картинка справа просто немножко отстает. Я бы попросил, конечно, наших организаторов с этим что-то сделать, потому что комментировать подобное, а тем более смотреть для наших зрителей будет несколько неудобно. Действительно заметно, что дротик втыкается в мишень раньше, чем вылетает из руки дартсмена. Ладно, не отвлечемся. Есть у трени 20 от Кочубеева. 125 очков. Хороший подход от Ивана. заявка на то, чтобы выиграть первый лэг на своем начале. 130 составляет Иван Кочубеев после 15 дротиков. Есть шанс закрыть. Нужно у трени 20. Есть у трени 20. Булл! Не попадает Иван. Оставляет 25. Напомню, пока что у нас лишь 4 окончания. Больше 100 очков закрыто. Александр Орешкин справился с цифрами 124, 132 и 143. Но два раза еще по 90. Но мы это пока не считаем. Евгений Изотов закрыл однажды 127. Пожалуй, естественно, не хотелось бы, чтобы это были все закрытия 100 плюс в сегодняшнем турнире. Но посмотрим. Напоминаю, что в чате нашей YouTube-трансляции вы можете оставить свой прогноз на количество 100 плюс закрытий по итогам этого турнира. Никита Иванов написал, что таких закрытий будет 9. Очень оптимистичен Никита. Тем временем Иван Кочубеев справился с лэгом на своем начале. Ведет он 1-0. Формат матча за третье место до ужаса простой. Матч до 4 побед будет вестись. Посмотрим, чем он закончится. Первый подход был крайне неудачный у Алексея. Он набрал лишь 7 очков. Иван ответил набором 39. Сейчас Алексей набирает 85. 57 в ответ от Ивана. Матч пока можно назвать равным, если не смотреть на средние наборы. У Ивана не аж на почти 12 пунктов выше. Утроение 20 от Кочубеева. Единица вторым дротиком. Вот не первый раз, кстати. Именно второй дротик подводит Ивана в том, чтобы сделать идеальный подход. Был уже не раз такой момент в его игре. Сейчас на подход 121 от Кочубеева. Николаев отвечает своим подходом в 121 очко. Иван имеет шанс инициативу в этом логе перехватить. Шансом этим не пользуется. 228 после 12 дротиков у Николаева. И 133. Отличный подход. Он практически уже съел разницу в среднем наборе. Который имелось после первого лего. Сейчас сотня от Ивана. 95 от Николаева необходимо. Так, у нас небольшое переключение, наверное, для того, чтобы спасти картинку. Крайне мере, я очень надеюсь на то, что это будет именно так. Давайте немного подождем. Понимаю, там нужно проделать некоторые технические манипуляции. И мы видим... Так, теперь бы еще титр. 79 очков набирает Алексей. У Ивана 142. Он их не закроет. Набирает 84.58 в остатке. Удвоение 8 для Алексея. Удвоение 4. Третий дротик. Попадает в удвоение 13. Алексей, это не то, что ему сейчас, конечно, нужно. 18 есть. Топс для Кочубеева. Попал в букву М. Закрыл. Закрыл третьим дротиком. 21-м дротиком закрыл этот лэк Иван Кочубеев. Ведет 2-0. С брейком. Ну, стоит, наверное, сказать, что за первые пять матчей сегодняшнего турнира Алексей Николаев выиграл лишь два лэга в разных матчах. Лишь в последнем матче сегодняшнего группового этапа он сумел набрать единственное очко в турнирной таблице. Сыграл 3-3 с Александром Орешкиным. При этом отыгрался со счета 1-3. Таким образом, оба матча на групповом этапе Иван у Алексея выиграл. Да, так вот, оба матча Иван выиграл, причем оба со счетом 4-0. То есть, по сути, он сейчас у Николая Алексея выиграл уже 10 лэгов подряд. Так, немножко зависла картинка и табло наверху, похоже, тоже немножко зависло. Сейчас Алексей показывает, что что-то со счетом не так. Поправили, продолжает подход, набирает 60. 297 после 12 тротиков в остатке у Ивана 286. Лишь 39 очков набирает Кочубеев в очередном подходе. Два пасть 57 сейчас от Николаева и 133. Прошу прощения за эту заминку. Тут были у меня какие-то технические небольшие сложности. 160 сейчас у Кочубеева в остатке. Опять единица. Чистит он с попаданиями правее нужного сектора. Единицу попал и утроение трех. Николаев сейчас набирает 41 очко, оставляет 92. Чем ответит Иван? У него 130. Теперь пятерка. Недоволен. Нужно немножко перезапуститься. Центр? Нет. 105 сейчас. Вот теперь в центр. 50 очков набирает 80 в остатке. Николаева 92. Шанс на ответный брейк. Это, видимо, был бросок при 72 в утроении 18. Такая тактика экстравагантная весьма. 25 набирает 67 в остатке. Кочубеев опять промах первым дротиком мимо сектора. Набирает лишь 40. Дает шанс сопернику. Воспользуется ли им Алексей? Утроение 17. Удвоение 8. Нет. Удвоение 4. Огромные, конечно, проблемы у Алексея на даблах. Сегодня много, очень много шансов ему предоставляли соперники. Практически во всех матчах. Но он ими не пользовался. И Иван 28-м дротиком этот лэк забирает. 3-0. Ну что? Ситуация из тяжелой становится, пожалуй, что критической для Алексея. Тем не менее, смотрите, какой качественный подход выдает сейчас Николаев. Сразу в начале 4-го, прошу прощения, Лего 131 очко он набирает. Чем ответит Иван? Иван отвечает набором 44. Николай продолжает наращивать свое преимущество. Сейчас 58 очков он набирает. Уже почти полторы сотни. Разница. Пока у нас набираются очки и списываются обоими дартсменами в 4-м лэге. Напомню, что завтра в Дартс-клубе Д2, где сегодня проходит турнир серии Дартс Про Тур, завтра будет второй отборочный турнир той самой серии Дартс Про Тур. По итогам первого турнира ни один из дартсменов не обеспечил себе солидного преимущества в серии турниров, в нашей июльской серии турниров пока что. Поэтому приходите, участвуйте. Завтра начинаем в 11 часов. Николаев 112 очень близок был к тому, чтобы закрыть окончание 100+. Пока что сегодня Алексей не выполнил, что называется, ни одного сложного дартс-приема. Не было у него ни подходов больше 160, ни окончаний больше сотни. Но вот сейчас справляется третьим дротиком с 32 очками, но через удвоение 4 ему пришлось это делать. И счет становится 3-1. Иван начинает четвертый лэг... Пятый, да что ж такое? Пятый, прошу прощения. С 98 очков. И смотрите, вот, казалось бы, счет 3-1. Но средний набор одинаков у дартсменов. 97 сейчас у Алексея. И теперь у Алексея даже на один пункт средний набор повыше. Ух ты, как смахнул сейчас второй дротик Иван. Ну, на счастье, все-таки попал хотя бы в дабл. 77 набрал. И, похоже, тоже смахнул в дабл. Но, правда, дабл 3. Алексей свой третий дротик, 46, таким образом набирает. Но, конечно, дабы не доводить до излишней нервотрепки этот матч, Ивану стоило бы, конечно, в этом лэге показать лучшую игру. Утро, и не 20 тем временем. Вот Алексея. 83 очка. Цифры равнозначные. Но подход Ивана сейчас. 59 набирает Кочубеев. После 12 тротиков оставляет 210. 215 оставляет Николаев. Это будет крайне напряженный лэг. Я все-таки думаю именно так. Смотрите, без утроения играют. Честно говоря, даже обидно. Стоит только начать какую-то фразу, ее тут же опровергают. Ну что, тоже без утроений. А вот Алексей выдал подход без утроений. И на окончание не вышел. 114 у Кочубеева. И у него будет 6 дротиков. Понадобятся ли они ему? 114. Нужен Топс на победу в матче за третье место Иванова. Не затянул ли он с паузой? Сейчас узнаем. 114. Нет, буква М вместо Топса. Была поражена Иваном. Подход у него, конечно, еще будет. Но обидно. Безусловно, потерять такой подход. 44 сейчас. У Николаева остается 130. Топс для Кочубеева. Еще два дротика. Удвоение пяти. Не попадает Иван. Ничего себе. Волнуется, что ли, он излишне. Непонятно. Николаев 130 не закроет. Вниз будет переходить? При остатке 109. Да, переходит вниз. Набирает 40 очков. 90 в остатке. Удвоение пяти для Кочубеева. Пять. Надо потратить дротик на попадание в единицу. Дабл двух. Ой-ой-ой. Ничего себе. 90 для Алексея. Единица совсем не кстати. Утроение 19. Тройка не кстати. Утроение 18. А другой вариант. Решил попробовать через 48. Тем не менее, не попал. Лишь 20 очков набирает Алексей. Удвоение одного. Для Ивана Кочубеева в матче за третье место. Три матч дарта. Он справляется с тем, чтобы перебрать сразу первым. Не стесняется. Не тратит все три. Алексею нужно... Ой, ну как же не вовремя. Вот второй дротик мимо мишени улетает. 32 в остатке. Кочубеев удвоение одного. Буква А. Буква У. Как насчет все-таки попасть в нужное удвоение? Уже 30 дротик сейчас. Нет, это лишь сектор. Простит ли соперник? Удвоение семьи. Девять. Да, соперник прощает. Нужно... А перебирает. Ну, да, пожалуй, правильно делает. Алексей, он просто перебирает. И снова удвоение одного для Кочубеева. Снова буква А. Даже в букву У сейчас не попал. И третий еще выше. Ну ничего себе. Какие сложности на даблах. Уже 33 дротика Кочубеев не может закрыть этот лэг. Как 30 истратил Николаев. И его подход сейчас. Удвоение 16. 8. Удвоение 12. Удвоение 6. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, не хочется, конечно, об этом говорить. Но закрываться все-таки придется. И кому-то придется закрыть неудобное окончание. Иван. Удвоение одного. Первый чуть выше. Второй чуть выше. Третий. В секторе. И смотрит в камеру, как привет всем передает. И спрашивает у всех. Ну как же я это все вот делаю, а? Двойение трех не поддалось. Ах ты, перебор. Ну, Алексей просто исполнил, наверное, все вот лишнее. И все то, от чего пытаются дартсмены регулярными тренировками избавиться. Но вот на нервах от излишнего волнения не получается никак справиться с удвоением у Алексея. У Ивана тоже. Удвоение одного. Уже который подход. И снова два дротика ложатся выше. Ну, я не знаю, присядь, выбрось просто в дротик этот третий дротик. И все равно не попадает. Никак. Ой-ой-ой. Набор это как упали уже. Удвоение трех для Алексея. Он справляется. Слушайте, 37-ым дротиком. Это самый долгий лэг этого турнира. Да. Ну, ладно. Давайте не будем обращать внимание на средние наборы больше в этой игре. Мы понимаем, за счет чего они были испорчены. Но стоит отметить, что, возможно, это не последняя такая порча средних наборов. 134 от Кочубеева на старте шестого лэга. Ну, смотрите, Алексей, по-моему, через утроение 16-ти вообще там начал уже играть. 56 лишь набрал, но тем не менее. Одно утроение из 16-ти он попал. 93 от Ивана. Есть у него преимущество в лэге на начале соперника. Больше сотни очков уже. Опять теряет Алексей третий дротик. Не первый раз уже подобное с ним происходит за сегодня. 59 в наборе. Преимущество у Ивана. Есть утроение. Хороший подход. 77 очков. Поменял манеру бросков Алексей. Он уже не бросает с задержкой. Практически сразу за сгибанием руки в локтевом суставе следует ее разгибание. Без лишних пауз. А вот сейчас снова делает он эти покачивания. 55 набирает. Ну что, после 12 дротиков 114 у Кочубеева. Он уже был близок к тому, чтобы провернуть этот трюк сегодня. Сейчас он от него далек. 40 очков. Лишь набирает. 74 в остатке. Но подход еще будет. 57 набирает Алексей. 170 у него осталось. Ну, интересный вариант. Сегодня так еще 74, по-моему, не закрывали дартсмены. Удвоение 18 для Ивана. Снова не справляется он с даблами. Оставляет дабл 9. Возможно, стоит предложить ему разложить этот дабл. Уж больно он неудобен для Ивана. 24 от Алексея. Ну, отбрасывался он что ли уже этими дротиками. Особенно после попадания в единицу. Дабл 9. Ух ты, 14 дабл 2. Можно выдохнуть. Поздравляет Алексей Ивана с победой в матче за третье место. 4-2. Кочубеев Иван побеждает в этом матче. Посмотрим статистику. Ну, имеется небольшое преимущество Ивана по статистике этого матча, конечно. И в среднем наборе, и в наборе на первые 9.